Уважаемые красотам, расскажите пожалуйста о связи Мадагаскара и Александрского сада. Значит смотрите, остров Мадагаскар откололся от Индии 88 миллионов лет назад. Название Мадагаскар по-разному переводится, но если брать индийское происхождение, то это земля порченная, поврежденная, так скажем, порчей. Вот, как рассказал наш великий Шуку, попугай Лакшми, что эта земля произошла в тот момент, когда, со слов Шуку, бог Красотанг наступил ногой на эту часть Индии и вот этот остров так появился. Поэтому местные его называют стопой бога. Какая связь? Дело в том, что изначально, когда формировалась земля и человечество на ней, этому острову отводилась большая роль в виде врат в рай, то есть город творца. Люди, которые в те времена умирали, именно через эти врата проходили в рай. То есть это такое было место прохода душ людей в рай и самих людей в рай. Но всё изменилось со временем, когда прилетел огненный пёс на землю, ну это книга Кавиант, и демоны, демоны, земные демоны оккупировали эту территорию. То есть, ну другими словами, они стали ветхозаветными херувимами, которые не пускают людей к древу жизни, то есть в рай. И это длилось до последнего времени, по сути, до вчерашней битвы, когда удалось это красивейшее место освободить от большей части демонов, не пускающих людей в рай. Когда открылся портал в рай через Александровский сад в Москве, но он не прямой, это как дополнительный вход, когда ты в метро входишь с одной станции и попадаешь на другую. Вот это то самое, то есть в Москве есть портал для прохождения человека в рай, но он ещё был закрыт со стороны Мадагаскара. Творец, естественно, об этом знал, и вчера вот он послал, это не я послал, а именно он послал по своей собственной инициативе вот армию моих самураев, ещё раз напомню, вчера была битва на Мадагаскаре, это 7 тысяч самураев, духов во главе с 5 генералами, 2 титана, морская кошечка и ледяной овен, и бог птиц Гаруду. Вот они вчера в течение практически всего дня вели битву, ну, величайшая битва, я считаю, с демонами, которые, собственно говоря, хранялись, сторожили проход в рай со стороны земли. Теперь человеку ничего не мешает, и поэтому любой человек, который пользуется улыбкой Лакшми и гасит в себе гиену огненную, и использует аватарную воду, чтобы орудия творения наполнили его слепком, то есть вернули ему слепок утраченной души, и вот это гарантирует в дальнейшем, когда земной путь закончится, человек, в принципе, кто бы он ни был, он может свободно оказаться в городе Творца. Вот эта связь, она присутствовала всегда, ну, тогда Москвы ещё не было, не было Александровского сада, но это вот такой современный проход в древнейшее место, которое служило вратами в город Рая. Спасибо большое. Пожалуйста.